Ваше Преосвященство, дорогие собратья, братья и сестры, мы сегодня с вами продолжим изучать книгу «Домострой» и поговорим о 64 главе, она заключительна и называется еще «Малым домостроем». Почему? Потому что вкратце протопресвитер Сильвестр в поучении или наставлении, которое он преподает своему сыну Анфиму, сжато вновь повторяет все ключевые мысли самой книги «Домостроем». И мы сегодня это как раз-таки постараемся разобрать. Не нового само поучения, слово назидательное. Мы много знаем поучений святых отцов, которые до нас дошли сегодня с 4 века. И вот в то время, когда жил Сильвестр, тоже было поучение такое ксенофонта к детям, поучение царицы Феодоры к детям, также было поучение Владимира Мономаха. И он по примеру как раз-таки многих дает свое наставление своему сыну. Некоторые из историков говорят, что это поучение было практически перед тем, как он уходит в монастырь. Ну, другие не соглашаются. Не столь важно. Важно, конечно, нам сегодня услышать само поучение. Сын Анфин, само имя в переводе из греческого называется Цветущий, он был единственным сыном своих родителей. И вот как обращается священник Сильвестр к своему чаду. «Милое мое чадо, дорогое, послушай наставление Отца Твоего, родившего тебя и воспитавшего в добром поучении и в заповедях Господне. Страху Божьему и Божественному Писанию ты научен и всему закону христианскому и промыслу доброму во всякой торговле и во всех торговых делах». Мы из этих слов с вами слышим, что сын не пошел по стопам родителя. Он не был священником, не принял степень священства, ни первую, ни вторую. Он был торговым человеком, который имел благоволение и от самого царя Иоанна Грозного. Тогда многих купцов знал, но для чего? Для того, чтобы не просто друг другу помогать и не просто дружить, а иметь возможность через эту дружбу помочь другим людям нуждающимся. И саму эту главу можно вкратце разделить на две части. Первое – это благословение сыну, второе – это благословение или наставление его жене, и третье – это наставление его детям и домочадцам. Сам Сильвестер руководствуется домостроем, но на примере личной своей жизни. И сейчас мы это как раз-таки зачитаем немножко. «А ныне, Сын Анфим, предаю Тебя, вручаю и оставляю Создателю нашему, Доброму и Хранителю Иисусу Христу и Его Матери, Пречистой Богородице, Заступнице нашей и Помощнице, и всем святым, как сказано в Писании, позаботься детей оставить наставленными в заповедях Господних. Это лучше неправедного богатства, пусть и в праведном убожестве, да не в неправедном богатстве проживет свою жизнь. «И законным браком сочетал Тебя от добрых родителей, благодарную дочь, и благословил Тебя всякой святыней, честными крестами и святыми образами, и благословенным прибытком, который, думаю, отправит их трудов, а отчего не знаю, Бог меня, мне судья, если это неправедным делом было мною приобретено». И также наставляет он остерегаться различных опасностей в жизни. И в первую очередь, конечно, греховных опасностей. И вот что он говорит. «Чадо, берегись неправедного богатства и твори добрые дела, имей, чадо, великую веру в Бога, всю надежду возлагай на Господа, ибо никто, не уповающий на Христа, не погибнет». «Всегда с верой обращайся к святыням Божьим, к церквам. Заутренний не пропускай, обедний не прогуливай, вечерний не пропусти, по вечеря, полуночница, и часы в доме твоем всегда были во все дни, пелись. То каждому христианину Божий долг. Если сможешь по временам, по своему желанию прибавить молитвенное правило, большую милость от Бога получишь. В церкви Божией и дома, на молитвенном правиле, и во всяком молении самому и жене, и детям, и домочадцам стоять, с благоговением Богу молиться и со вниманием слушать. Отнюдь в это время ни о чем не беседовать, не озираться по сторонам, разве что очень нужно. Правила келийной или церковную службу читать в один голос и чисто, а не в разнобории. Священников и монахов почитай, они – слуги Божии, очищающие нас от грехов. Они имеют дерзновение молиться Господу о наших грехах и склоняют Бога к милости. Это первое наставление его и основное. А вот дальше как раз-таки он говорит о домочадцах. «О домочадцах своих одевай, и корми в достатке, и жену свою люби, и живи с ней в законе по заповеди Господней, в воскресенье, в среду и в пятницу, и по праздникам Господним, и в великий пост, в чистоте пребывайте, и в посте, и в молитве, в покаянии, и во всякой добродетели, в жизнь по закону, во славу Бога и в жизнь вечную». А Любодеев и Прелюбодеев судит Бог. Это, конечно, он дает наставление им в семейной жизни, как себя содержать. Дальше он такое наставление дает своему сыну. «Держись, чада, добрых людей, во всяком чине и звании, добрым делам подражай, внимай хорошим словам и исполнай их, чаще читай Божественное Писание и влагай в сердце на пользу себе». Почему он это говорит? Да потому что сын его был и приближен ко двору, и многих людей знал, и со многими торговал, и чтобы он не пошел по какому-то неправедному пути, его отец как раз-таки наставляет и предупреждает. «Видел ты сам, чада, как в жизни этой жили мы во всяком благословении и страхе Божьем и в простоте сердца. Я в церковном прилежании получаю всегда Божественным Писанием. И как были мы, по милости Божией, всеми почитаемы и всеми любимы. Всякому в нужном угодил я и делом, и сужением, и покорством, а не гордыней, ни прикословием, не осуждал никого, не высмеивал и не укорял, не бронился ни с кем, а пришла от кого обида. Мы Бога ради терпели и винили себя, и потому враги становились для нас друзьями». Вот так вот он приличествует поступать своему сыну. И дальше говорит как раз-таки вновь о том, чтобы кто с грубостью обратиться к нему, чтобы он, сын его Анфим, грубостью не отвечал на эту грубость. Ну вот как поступал по Евангелию. Вот что он говорит. «Вспомнил я слова Евангелия. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте клянущих вас, молитесь затворящих вам пакостей и изгоняющих вас, ударяющим у тебя по щеке подставь и вторую щеку, и не препятствуй отнимающему у тебя одежду твою и соручку. И каждому просящему тебя дай. У отнимающего твое не требуй обратно. И если кто заставит тебя идти с ним, одно поприще пройди с ним два». И дальше как раз-таки он говорит, что за это ему будет. То есть он ему, по-простому говоря, о некой награде, которую он может заслужить, говорит. Не в будущем веке. Простите немножко. И припоминает он еще вот что. Припоминаю еще молитву перед причастием. «Господи, дай мне милость к ненавидящим меня, враждующим со мною, поносящим меня, клевещущим на меня. Пусть никто никогда из них, из-за меня нечистого и грешного, не пострадает ни в нынешнем, не в будущем веке, но простит им милостью Твоею и покрой их благодатью Твоей благи Господь». Он дает такую кратенькую молитву, воспоминая как раз-таки одну из молитв перед причастием, не говорится какую. И тем самым как раз-таки полагает и научает своего сына, что эту вражду в первую очередь, конечно, нужно покрыть сначала молитвой, а потом дружественным приветствием к тому человеку, даже который на тебя обиделся. Или имел какую-то неприязнь и обиду получил от Твоей деятельности торговой. Тем самым как раз-таки он обучил своего сына, как правильно не только торговать, но в первую очередь, конечно, с людьми относиться, по заповедям Божьим. Тем самым он показывает, например, в своей жизни, что они со своей матерью смогли сделать. А вот что он говорит. «А мать твоя воспитала в добром наставлении многих, девиц и вдов, бедных и убогих, обучила рукоделию и всякому домашнему обиходу и, наладив преданным, выдала замуж, а мужчин поженили у добрых людей». Это говорится о той, можно современным языком сказать, социальной деятельности, которую они проводили и в Новгороде живя, и уже прибыв на новое место служения в Москву точно так же проявляли заботу. Также Сильвестр говорит о том, что многих он и из темницы выкупал, и многих убогих и сирых кормили они дома, многим давали кров, не только пропитание. И тем самым эти люди были благодарны не ему, но Господу Богу. И он сам видел в этом как раз-таки определенный промысел Божий, что эти люди как раз-таки получают милость и от него тоже. Заканчивается наставление Сильвестра к сыну такими словами. «Чадо мое любимое Анфим, то, о чем наставлял я тебя и всячески получал добродетельному и богодухновенному житию, о чем неумелое это Писание худое мое поучение тебе передал. Молю тебя, чадо, Господа ради и причистой Богородицы и великих чудотворцев, прочти с любовью и со вниманием и напиши его сердце своем. И прося у Бога милости и помощи и разума и крепости и всего уже именованного с любовью и делом тому же и жену получай и наставляй и детей своих и домочадцев всех учи страху Божию и добродетельному житию». Мы, конечно, понимаем, что книга «Домострой» и само поучение Сильвестра к сыну стремились, как жизнь XVI века показывала и история нам говорит, к тому, чтобы построить и семью благочестивую и передать потомкам знания заповеди Божьей и их выполнение на личном примере. И тем самым как раз-таки благочестивое государство построить, во главе которого бы стояли такие же благочестивые люди, которые стремятся выполнить закон Христов не только на словах, но на самом деле. Он, конечно, сам Сильвестр скорбел о тех жизненных неурядицах, которые происходили, о том, что много бедных оскорбленных людей, сирых и убогих, проживают практически бок о бок вместе с ними в тех городах и селениях. Но Сыну Он дает такое благое пожелание, чтобы Он всегда их с милостью принимал и с любовью провожал, давая как раз-таки от того прибытка, от того труда, которую Он как раз-таки совершал и тем самым имел прибыток и достаток и для своей семьи, и для тех, кто ему всегда обращался. Вот об этом говорит последняя глава 64-я и мы, конечно, читая ее, видим, с какой любовью отец относится к своему сыну, даже несмотря на то, что он единственный, но еще больше, то, что он единственный, он еще строже к нему относится и помогает ему в том, чтобы он видел недостатки и видел как раз-таки возможность их исправить. Спаси Господи, дорогие участники, за ваше внимание. Отец Николай, вас благодарим, но так как вы у нас возглавляете комиссию по семье, то хотелось бы от вас слышать еще рекомендацию для наших священников и их жен, матушек, какие можно книги почитать и что порекомендовать прихожанам на тему правильного обустройства семьи, взаимоотношений отцы и дети и между супруги между собой. Спасибо, Господи, Владыка. Конечно, есть получение преподобного Углосия Оптинского, также есть получение преподобного Паисия, которые обращены как раз-таки к семье, чтобы иметь возможность увидеть, насколько должна быть одухотворена наша семья, эти святые угодники нам показывают своих получений. Эти книги в настоящее время, конечно, есть, издаются и переиздаются в достаточном количестве, но кто пользуется интернет-рисурсом, можно в азбуках веры как раз-таки посмотреть, это все есть в доступном внимании, и даже можно не только почитать, но и с детками, не имея достаточного времени, куда-то идя, можно даже просто слушать на определенных как раз-таки электронных носителях. Вот такая рекомендация есть, это все в настоящее время есть и есть такой открытый доступ к этим всем получениям. Отец Николай, сейчас я зачитаю еще, помню, когда-то читал «Житие Арсения Пещерника», это сподвижник Иосифа Исихаста, он был из греков, но жили они как беженцы в России еще до революции, и вот как он описывает быт, как было принято у них в доме, взаимоотношения. У понтийцев был очень хороший обычай. В родительском доме, доколе был жив дедушка, все дети мужеского пола после своей женитьбы оставались вместе, живя так до смерти дедушки. Можно сказать, что понтийские дома являлись в своем роде образцовыми малыми или большими киновиями, то есть монастырями, и в них, как некий старец, первое место занимал дедушка, которому оказывалось особое уважение. Утром все члены семьи, прежде чем уйти зарабатывать хлеб насущный, должны были подойти к дедушке, поцеловать его руку и получить у него благословение. Когда вечером мужчины возвращались с работы, младшая невестка была обязана омыть им ноги, а мужчин было немало. Старец говорил нам, что один только их дом разросся до 52 ложек. Что же касается послушания, уважения к старшим и религиозного благочестия, которые царили в этих семьях, то без преувеличения в этом отношении сегодня им позавидовал бы самый дружный монастырь. Да и в посте они, без сомнения, могли бы посоревноваться с нынешними общежитительными монастырями. Строгие посты всего года соблюдались в точности. Пост же первой седмицы великого поста, когда от пищи обычно воздерживаются первые три дня, продолжался, как рассказывал нам старец, с понедельника до субботы, то есть ничего не вкушали в этой семье. В среду и пятницу, причастившись святых тайн за литургией прежде священных даров, они подкрепляли свои силы антидором и небольшим количеством хлеба, и так до самой субботы, когда вкушали уже уставную пищу с растительным маслом. Что же касается добродетелей, то, как говорил старец Арсений, дедушка здесь твердо занимал свое место. Он был образцом для всех. Он никогда не гневался, давал советы со всей любовью и всегда сам был их первым исполнителем. Но и бабушка, впрочем, не упускала поучительного случая, чтобы и годобродетель была явлена и детям. Однажды дедушка устал и пришел с работы и сел за стол. Бабушка же специально добавила в пищу столько соли, что она сделала совершенно несъедобной. Дедушка, положив в рот одну ложку, тотчас ее выплюнул. Потом без всякого возмущения, без какого-либо замечания он закричал «Принесите воды!» Он влил из кувшина достаточное количество воды, пока еда не стала съедобной и продолжал трапезу так, как будто ничего не случилось. В другой раз приготовили совершенно без соли и он сказал «Принесите соли!» Поев эту бескусную пищу, он встал, перекрестился и сказал от всего сердца «Слава тебе, Боже, поели мы и сегодня!» Вот, то есть, тоже описывается такое, как в греческой семье было, в христианской. Вот, я думаю, что и у многих из вас или у некоторых есть такие воспоминания дедушек и бабушек, как благочестиво они жили в своих домах. Вот, но мне моя мама рассказывала, что вот многодетная семья была у них и даже говорит, хоть жили в пятистеночке, такая небольшая избушка, у них 15 родилось детей, потом двое в отрече скончались, двое в младенчестве, 11 выросло детей, ну и все, говорит, уостанавливались командировочные, все у нас, говорит, находили приют, вот, и родители таким образом помогали тем, кто нуждался временно в крови. Бабушка сама в 4 часа вставала утра, заводила тесто, ставила хлеб, вот, и ложилась уже полуночи, то есть полуночь уже только ложилась, очень много трудилась, работала, ну а потом уже помогать стали старшие дети. А весной, говорит, мы уходили в лес на подножный корм, знали все крышки, все собирали, все съедобное, собирали на зиму все запасы, вот, то есть так вот, тоже никогда ни бабушка, ни дедушка не повышали голос, это было удивительно, просто, настолько терпения было такое, смирение, и вот они своим примером и воспитывали тоже. Вот, мы замечаем, вот отец Николай нам рассказал, домостроя описано, что дома вычитывали практически суточный круг. Мы сейчас знаем утренне-вечерние молитвы, и то бывает, хромаем в этом деле, а раньше вечернее, по вечернее, по вечернее, утреннее, полуночи, все это было в каждом доме. Указание читать чисто, не в разнобой, потому что было такое явление, как какафония, большие службы старались вычитывать в одном месте часы читают, в другом месте уже псалтир читают, в третьем уже канон начинают в храме, и такая какафония была. Вот, с этим боролись. Чаще читать священное писание. Ну, для христиан должно быть законом каждый день одну главу из Евангелия, как минимум, и две главы из апостола, или хотя бы одну главу из апостола. Евангелие желательно на славянском читать, ну, апостола какое-то время можно на русском читать, только потом переходить на церковнославянский, чтобы было учение, все понятно. Один раз послушница пришла к игумену на исповедь, к одному духовнику, вот, он спросил, сегодня Евангелие читала? Она говорит, нет, ну, тогда иди, говорит, исповедовать не буду, о чем с тобой говорить. то есть, основой нашей жизни должно быть Евангелие, постоянно, постоянно нужно читать. Вот, очень интересно, как реализовалось, вот, по учениях и в его жизни, видимо, у автора Домостроя заповедь любви к врагам. Он говорит, пришла обида, мы терпим, и враги становились друзьями. Я думаю, что каждый должен попробовать это на себе, когда нас кто-то чем-то обидел, оклеветали и прочее, надо стараться от сердца простить и делать только благие дела по отношению к этому человеку. По крайней мере, если у нас не будет получаться, то мы будем в этом каяться, и Господь даст благодать. Старец Силуан Афонский говорит, что невозможно любить врагов без Божьей благодати. Поэтому стараться нужно, а где не получается, надо в этом исповедоваться и бороться с такой нелюбовью. И еще заповедь евангельская прозвучала. Идти два поприща, если попросили, даже хотя бы одно идти поприща. Что это значит и как можно это реализовать? Когда нам дали поручение, нужно его исполнить очень хорошо и приложить еще свои услуги, что-то еще сделать. допустим, когда нас попросили кого-то куда-то довезти, мы довезли до подъезда, видимо, если человек нуждается, можно машину припарковать, давайте я вас провожу еще до квартиры, вещи отнесу. То есть, когда нам дается поручение, нужно стараться выполнить его не на 100%, а на на 200%. предложить свои. И еще хочу сказать, я рассылал ролик о том, эксперимент социальный, как люди ходили, мусульманин ходил в храм просить помощи и русский человек ходил в мечеть помощи просить. На самом деле в мечеть он не дошел, на пути к мечети там просил у мусульман, которые выходили из мечети или шли в мечеть, попросил помощи, там ему помощь действительно оказали простые прихожане мечети. Ну, про храм там двойственная ситуация показана, что бабушка, которая в храме, она хорошо отнеслась к мусульманин, который попросил передохнуть, чай попить и прочее. Но при этом она интересно сказала, она в храме за свечками ухаживала, и она говорит, можете туда подойти, только вы не говорите, что я вас послал, а то мне голову торгут. То есть, если узнает кто-то настоятель или кто-то, что она помогла, то голову оторвут. Конечно, когда мы расставили ролики, батюшки высказывали, что это постановочное. Но я скажу так, что, возможно, не все случаи похождения в мечеть или попытка попросить у мусульман помощи отражены в этом ролике, потому что его же можно смонтировать, подрезать, и, может быть, не все положительные моменты. Ну, по крайней мере, я помню в Душанбе, когда мы кормили прихожан, и когда пришел один мусульманин, одна бабушка сказала ему, вы идите в мечеть, тут только православных христиан кормят. Он говорит, мечеть кормить не будет, а вы русские, вы добрые. И все-таки достоял, получил свои порции, но этой бабушке сделали замечание, что нельзя отсылать, конечно, людей. Ну, и, кроме того, вот есть ролики, где мы оказываем помощь, конечно, таджикам, которые приходят, просят еды, конечно, стараемся всем помогать, вне зависимости от национальности. Но я относительно своей практики расскажу, когда приходили, ну, скажем, я был на станции Мачич, там четвертые иконы, и много людей приходило, в том числе, и выпрашивали помощь. И мужчина один подходит, дайте мне 50 рублей на лекарство, а тогда бутылка стоила 50 рублей. И я даю сестре милосердие, говорю, пройдите с ним через дорогу аптека, купите, что он попросит. Ну, она потом возвращается с деньгами, говорит, он убежал, никакое лекарство не нужно. И также ходили, когда на автостанцию, говорит, мне на билет надо 50 рублей, то же самое. Потом они убегали и, оказывается, на водку просто просили деньги. Но святые отцы говорят, что милостью нужно творить. Ну, смотри, чтобы это не были бездельники, обманщики. Когда еще приходили, один парнишка пришел, говорит, я еду в Саратов, в какой-то монастырь, у меня знакомый архимандрит. Ну, я смотрю на него, вижу, он пытается обмануть. Я говорю, ну, ты скажи, какой монастырь, я сейчас позвоню туда, у архимандрита спрошу, все так нет. Он говорит, ну, я хотел вас обмануть. Я говорю, ну, я вижу. Он говорит, ну, дай тогда хотя бы не пять тысяч, а пятьсот рублей мне надо до дома туда ехать, недалеко в области. Я говорю, хорошо, я ему вместо пятьсот рублей даю лопату, сам беру лопату, идем снег чистим, кидаем полдня. Вот, он хорошо поработал, так накормили его, и я дал тогда пятьсот рублей, еще какие-то вещи дали. Один пришел, говорит, я вот на Афон путешествую, ну, как говорит, он как бы немой, и у него это, написано, что я путешествую на Афон, надо столько-то денег на дорогу, там, на самолет, помогите, я вот такой молитвенный весь. Ну, тогда я ему объясняю, так он слышит, только он не разговаривал. По-афонски одет, такой молитвенный весь. А молодой, где-то может, до 30 лет. Я говорю, вон, видишь, штабель, шпал лежит, шпалы железнодорожные такие у нас. Я говорю, надо вот туда перетащить, давай вместе, а то, я говорю, поможешь мне, вдвоем перенесем все с тобой. Он говорит, нет, я говорю, все, надо торопиться куда-то. Ну, то есть, даже не хотел поработать пару часов, чтобы заработать те же деньги. Так же самое, когда один в Белоруссию собирался уехать, мне все рассказывал. Вот, я предлагал немножко поработать, но те, которые оставались в монастыре и работали несколько дней и получали, такие тоже были, которые, правда, попадали в какие-то ситуации. Ну, мы их давали им работу. Ну, конечно, если это немощный человек, можно и помочь. Вот, если видно, что не лукавит, надо помогать. Ну, едой всегда кормили. Даже если человек там что-то обманывает, куда-то деньги, вот, если видишь, обманывают, ну, накормить всегда надо обязательно, конечно. Вот, по поводу, если обратиться к вам в храм и переночевать, ну, не везде такая возможность есть. Мы сейчас в Ейске будем этим заниматься и устраивать такое, скажем, келью для того, чтобы переночевать можно было любому человеку. Поэтому с Ейского района, если кто-то попросится в Должанке, Камышеватке переночевать, то можем вот сюда направлять. Мы такую возможность будем предоставлять. Вот. Ну, то есть, смотрите, на самом деле, чтобы совсем не надо отказывать, конечно. В чем-то надо помочь, по силам. В основном в этом ролике говорится как, обратился человек в лавку церковную, она говорит, вам надо к настоятелю, кроме настоятеля ни один священник не решит. А настоятеля где? А его нет. А когда будет? А его не будет. И вот такие вот. Потом настоятель говорит, надо вам к благочинному, а он где? Пару кварталов отсюда, вот туда идите, куда-то посылают. Вот. В основном футболят. Я думаю, что по силам надо стараться помогать. Вот. Ну, разобраться в их вопросе, в их проблеме тоже можно. Ну, всех благодарим. Благодарим отца Николая, что у нас ознакомился с этим памятником литературы древнерусской. Вот. Немножко мы прониклись той обстановкой исторической. и что-то для себя, для современной нашей жизни, я думаю, мы взять должны. Все. Желаю всем Божьей помощи. Еще раз с праздником, с покровкой, с тобой покрови. Благодарим отца Николая, Благодарим отца Николая. Благодарим отца Николая. Спасибо Господу. Спасибо Господу.